и снова здравствуйте друзья и сегодня я по вашим просьбам приехала в гости к татьяне и хочу продолжить с ней нашу беседу ну вот пока она там немножко причёсывается я сейчас покажу вам где она живет ну вот она также живет в райде недалеко от меня вот здесь вот у нее вот такой небольшой садик перед домом посмотрите думаю вам будет интересно увидеть как по-разному живут люди вот такой красивый у нее здесь вкус здесь конечно очень небольшая площадь садика ну вот иногда даже видите на солнышке она здесь загорает сейчас правда у нас дождь каждый день поэтому кресло перевернута повернута эти какие тучи ходят хмуро сегодня воскресенье и мы татьяна меня пригласила я конечно же как уже такой сумасшедший блогер куда бы ни при не пришла сразу же прошу вам показать все это знаю что вам интересно все квартиры разные ну вот сейчас кстати вот это вот входная калитка такая страшненькая конечно вот у нее здесь выход на улицу вот так вот выглядит видите райт я живу вот там наверху на холме ну вот а татьяна живет вот здесь за этим высоким забором вот так вот квартира сбоку сейчас зайду и покажу танюша я к тебе ты уже готова шампанская нолита вот друзья зашла я показываю вот такая вот сразу при входе небольшая кухня но она маленькая но она очень компактная тут все в принципе как вы видите все что нужно все есть не несмотря на то что она очень у нее такая компактненькая но по-моему так все замечательно и плита и плита новая но вот там ванна туалет а сейчас покажу машин самое главное стиральная машина разговаривать машина стиральная новая называется канди видите янку канди бьянка итальянская стиральная 720 программ сколько стоит сразу 350 она с сушилка это ну и вот так вот через кухню опять здесь чем тоже хороша квартира что у нее масса кладовочек вот таких вот всех вот только что-то открою татьяна кричит ой караул хотя видите у нее все очень аккуратненько и все замечательно ну вот такая вот ванна с туалетом тоже совмещенная красивенькая светленькая и вот в конце концов я танюшку танюшка привет 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 как я выгляжу о как вы прекрасны и прекрасны сегодня совсем другом амплуа абсолютно надо же время меняться так танечка давай сначала мы закончим покажу я твою квартиру ну немножечко смотри ну перестань мы по-домашнему да видите вот у человека так все по-современненькому довольно таки с алексей поговори с алексей а ну давай включи народ у меня не слышал как она разговаривает у мишфа о ю клева клева году ты всегда должна к не обращаться алекса алекса Ну она уже выключилась Ну в общем вы понимаете Вот такая вот клевая машина Которую я обожаю Вот Тантьяна купила Она у меня такая девушка современная У Мартина первый раз Я по-моему рассказывала Ну и вот такая вот у нее Это как бы тоже Типа ситин рум Вот такая Красивая Здесь у нее дочка А здесь у нее внук А внизу я с шампанским А внизу Таня с шампанским Танерифе Да Вот Видите В общем-то не сказала бы я Что квартира огромная Но мне кажется Что вполне себе даже для одного человека Вот здесь вторая кладовка Видите Сейчас опять будет на меня криком Криком кричать Я просто приоткрываю Я не буду показывать Что там внутри Так Вот значит Вот третья кладовка Посмотрите Но это такая кладовка Которую можно даже Вы знаете В такие Как сказать В трудные времена Использовать Как Наверное даже детскую какую-то Потому что она уж очень огромная Да Тань Здесь видите Вот бойлер Да Это бойлер Ну вот включается Вот это вот бойлер Он здесь как бы считается В подсобке В такой Вот Вот чем хороши Эти квартиры Тем что у них Очень много подсобных Вот таких маленьких кладовочек Ну и вот такая у нее Спальня Тоже Я считаю Вполне себе Прекрасная Такая довольно Современненькая Единственное Конечно Что Тань Это у тебя опять Северная все сторона Да Нет Здесь По-моему Западная сторона Потому что Солнце Выходит Вот видите Сейчас солнечно К вечеру Заходит К вечеру На запад Понятно После трех Видишь Три Четыре Да Ну вот Креслица здесь Все что нужно Тумбочка Прекроватная Вот этот Очень удобный Столик Который С носками С какими носками Ну не видно Что с носками Ну что ж ты Прям не знаю Да И вот эти вот У нее Очень красивенькие Полочки И хорошо То что Все в коробках Вот все Все барахло Чтоб его не было Особо видно Вот оно Так вот Прячется в коробках Ну и здесь У нее еще Туалетный столик Тоже Вполне себе Даже замечательно Все Кстати Вот хоть она и говорит Что пошли Я ж не могу Не показать вам Это вот этот вот Чудный аквариум Аквариум Это же Я же Уговорила Я Своими Этими рыбками Заразила В общем-то Всех И Танюшке Тоже отдала Губиков 30 штук По-моему Она купила себе Большущий аквариум Красивящий Куда делись губики Стесняюсь спросить Рыбки? Да Я же полгода Жила в Тенерифе Все Полгода Жила в Тенерифе Рыбки сдохли Жорж Жорж не пришел И не покормил А Жорж Это наш друг Вот еще Вот еще Татьяна Показала мне Я показываю вам Вот такой Чистящий Моющий пылесос Который сам бегает Автоматически Хочешь его включить Пока Не хочет Ну вы знаете Его включаешь И он Стукает Стукает Да Начинает ездить Стукается направо Налево Обходит всякие препятствия Назад Вперед И как вы видите Тоже Уж коль скоро Я пылесос показала Я показываю вам Что вы Тоже ковролин На полу Потому что Англичане Вот Все Предпочитают Ковролин Ну и вот Такой вот Огромный телевизор У нас Так же еще А мы сейчас Сядем Танюшка Прям приготовила Шампусик Сейчас О Прелесть За вас Друзья Ну вот Наша Маленькая Застолье Мы сегодня Уж я Коль скоро Пришла к Танюшке В гости Она у меня Такая хлебосольная Сразу мне Выкатила Шампусика Немножко И русских Пельмешек Мы успели Мы успели Поесть На самодельных Русских пельмешек А вот Что-то пельмешки То я и не показала Очень вкусные были Рукодельница Научу Да Тань Ну теперь давай Поднимем тост Поднимем тост За всех За вас И за нас Скажут опять Тетки пьяницы Да Конечно Ну вот И как бы Хочу Продолжить Наверное То что мы с тобой Не закончили Ты же сказала Хорошего понемножку Помнишь Да Да Конечно Наше интервью Ну а теперь у меня Очень много Интереса По поводу Нашего с тобой Интервью Беседы твоей Твоего рассказа О твоей жизни Люди спрашивают Интересуются Во-первых Мы так проскочили Как-то все Мельком-мельком Ну вот я думаю Тебе задавать вопрос Или ты сама Расскажешь Что-то более интересное О своей жизни Как ты предпочитаешь Мне абсолютно все равно Что людей интересует Что бы мы хотели Во-первых Спрашивают Что случилось Почему ты Из Латвии Конкретно уехала Что тебе там Не понравилось И если у тебя Какое на сегодняшний день Гражданство Вот это вот Спрашивают люди Ну гражданство У меня латвийское То есть европейское Осталось И тебе этот Латвийский Что значит Осталось Ну я имею ввиду Да Что оно у тебя Осталось До сих пор здесь Русским Просто так Не получить его Да Что ну тебе пришлось Там учить язык Как ты говорила Да Ну я его знала В принципе У меня много друзей Латвии было Ну сейчас уже Ты его Благополучно Мне до сих пор Пишут Я его просто Терпеть не могу Ой не могу Кстати между прочим Нет вырезать не буду Кстати много У меня здесь смотрят С Латвии Люди Да Тоже всем привет То что Вот я что хочу сказать То что прививается Насильно Заставляют Вот почему у меня Такое Дочь моя Совершенство владеет Латышским Я ей дала С раннего детства А Я сама выучила Этот язык И общалась С друзьями Но когда Меня начали Штрафовать За то что я говорю На родном языке На русском Ты имеешь ввиду Да Это мой родной язык Стали запрещать Не общаться с людьми На русском магазине Я уже об этом говорила У меня Возникло такое Отторжение От этого языка То есть я с удовольствием Общаюсь на английском Но только не на латышском Понятно Таня Таня Расскажи мне пожалуйста Твои дети Остались жить в Латвии Или ты Половина моих детей Живет в Англии А другая половина Живет в Риге Поподробнее пожалуйста Ну Сын прекрасно владел Тремя языками Английским Русским Что значит владел Он владеет Владеет Да Так Поэтому он предпочел уехать в Англию Дочь моя владеет только двумя языками Русским и латышским Поэтому она решила остаться в Латвии Она больше так скажем к менталитету Латвии склонна Ну ей там нравится жить И она там остается Но я видела к тебе приезжал внук в гости Сюда нормально Замечательно Танюш Еще у меня знаешь что люди спрашивают Вот почему ты переехала из Дании Если там у тебя в общем то какой то даже был ухажер Бойфренд Бойфренд был Богатенький как ты сказала Но ты сказала что он был идиот Или как то его обозвало страшно Ой он был Что там ты поподробнее расскажи Я сейчас расскажу один очень интересный случай Я поначалу когда приехала туда Меня вот моя подруга пригласила Она вышла замуж за датчанину Я говорила это И вот они меня нашли Тогда еще интернета не было Так практически В то время Они мне Они дали объявление в газету И вот только один придурок Отозвался Откликнулся Да Приехал Посмотрел мои фотографии Я ему очень понравилось Расцеловал Пригласил Оплатил Встретили меня Шикарно В Копенгагене Поехали мы через этот 20 километровый мост Вот И Поначалу все было шикарно Роскошно Он мне так нравился Он такой Был внимательный На следующий день Он мне дал машину Сколько лет ему было Я прослушала Или ты не сказала Я не сказала Я сама не помню Моложе, старше Нет, по-моему Мы одного возраста Вот Он работал на мясокомбинации Прям буквально через дорогу Поэтому машина была В основном На моем распоряжении Появились в то время Первые мобильники Он мне сразу купил два Это какое время Извиняюсь Первые мобильники Конец 90-х Да-да-да 2000 Где-то 2001 год Сразу два купил Поставил мне эту тарелку Для русского телевидения Машина у меня была В общем Каждый день И я приглашала девчонка Все там трясли И ты с ним жила То есть вы жили Ты у него Да Я у него жила Все было хорошо Все было замечательно Он даже русские пельмени Научился кушать Ты сказала Что ты в какой-то случай Из ряда вон Расскажешь Сейчас расскажу Да Я расскажу Страшные случаи Это было просто страшно В общем В то время У меня не было Гражданства И я могла в Дании Вот как Три месяца Потом выезжаешь Хотя бы на один день И еще три месяца жить Да То есть это было Как это называется Видно На жительство Ну да Наверное да Resident Permission Да И когда я приехала в Ригу Там сразу все девчонки Обрадовались Все тоже захотели замуж Как и я В Данию Я всех на приглашала Они ко мне даже приехали в гости Но он тоже со мной поехал в гости Там Посмотреть Ригу Посмотреть Ригу Посмотреть наших женщин Ему тоже все очень понравилось Ну и мне там сделал предложение Мы зашли там Сразу заказали кольца Там еще что-то такое Ну в общем Прям полный серьезный такой дядька Да-да-да Сразу замуж Не втерпешь Ну и Я-то его секрет не знала А секрет А секрет был страшный Боже У меня мурашки побежали Так Здесь такая музыка должна быть Та-да-да-дам Та-да-да-дам Что за секрет Сейчас расскажу В общем Один раз Не один раз Мы много раз ходили В пабы В рестораны Вот мы пришли в ресторан Играла музыка Довольно громко А он все кричал Калинку ей Калинку Малинку Я говорю Да у вас была лайк Нет И вдруг А мы сидели Напротив друга Подходит ко мне женщина И что-то говорит по-датски Я ей Музыка громко звучала Я ей говорю Говори по-английски Я не понимаю Ничего-то не понимаю Она говорит Ты что дура Беги от него Беги Ты куда вообще влезла Даже так И что Он был Синяя борода У него Он понял Что такое Его аж затрясло Он услышал Наверное Он не слышал Но почему Что она тебе сказала Что она тебе сказала Что она тебе сказала Ну наверное Он ее знал Раз он так отреагировал Да Он сказал Это подруга Моей бывшей жены Ого Короче Синяя борода Мне так что-то кажется Что он был Да Нет А что такое Он был без бороды Без синяя Сейчас расскажу Короче говоря Я ему ничего не стала Объяснять Сказала Что я ничего не понимаю Она же по-датски Со мной говорила Я ничего не поняла Но я стала Просто внимательнее К нему присматриваться И он позволял себе Я действительно датского не знала Вот где-то в пабе Мы с ним сидели И он начинал очень Плохо Говорить обо мне С датчанами И причем с мужчинами даже По-датски По-датски А я-то не понимала Я сидела как дура И улыбалась Я просто сидела как дура Я улыбалась Вот что значит Не знать языка Да Ну вообще культурные люди Обычно не употребляют Тот язык Который не знает Его собеседник Правильно? Нет Ну я говорил бы Как бы с своими друзьями Но ты же не знала этого Ну я этого не знала И Такое же случилось А Мужчина мне один сказал Говорит Подожди Танечка Прервались немножко Ну и чего Рассказывай дальше Дальше было следующее Он пригласил мою маму Мою дочь Поехать на Канарские острова А я еще пригласила Кучу друзей Из Дании Русских Которые вышли Женщины Которые вышли замуж За датчан И мы большой компанией Веселой Озорной Полетели На Канарские острова Хороший отель Кто платил сразу? Ну они платили сами за себя А он платил за всю мою семью За маму За меня И за дочь Ого Хорошо Да он был богатенький В этом плане Он не жадный был Он мне сразу дал визу карту Ты сказала что он работал на рыбноводе? На мясокомбинате Извините Помню что-то такое И что на мясокомбинате так платят? Да Хорошо платили Но он вообще был не бедный А дочь у нее вообще очень богатая была У нее был свой Не кондитерский А пекарня Своя пекарня и свой магазин Так это все в Копенгагене было? Нет Мы жили в Скебике Это недалеко от немецкой границы Так ну и вернемся на Канары На Канары И вот когда мы приехали на Канары Был вечер в ресторане Смеркалась Грил Смеркалась Музыка И это был датский отель В основном одни датчане И одна пара моих друзей Она русская С Одессы по-моему А он Наполовину немец Наполовину датчане Вот они задержались Мы их ждали И вдруг они подходят А он что-то там рассказывает Я общаюсь То есть улыбаюсь Танцуем Веселимся И вдруг мои друзья Подходят к нему И чуть ли не по морде его бьют Страсти Они ему такое сказали Итальянские Громко причем Развернулись И ушли По датски Так и что? Потом я поняла Что что-то не так Я побежала за ними И мне говорят Таня Ты не представляешь Как он тебя позорил Перед всем рестораном Эти все русские Они же все проститутки Он всем рассказывал Он так говорил? Да Вот я Это сколько вы с ним прожили? Я не помню Ну полгода где-то Ну я там еще уезжала Он приезжал в Ригу Там месяц Где-то больше Но уже У нас были поданы На брак Документы Заявления Вот Ну и в общем А они его прям за тебя и побили Даже такие Ну они сказали Порядушные оказались Мы с тобой сидеть не будем Ты прекрасно Сделал предложение Женщине Да А он говорит Да Я вот тут ее маму Дочку там пригласил Ну то есть вот И оказывается он меня везде так выставлял В таком жутком Что я вообще там Проститутка Ну да Я ему ничего не сказала Я пришла Улыбалась Танцевала Все на меня опять так же странно смотрели Ну Вечером Когда мы пришли в номер Я ему говорю Слушай Как ты думаешь Сколько мне взять С датчанином Он говорит За что взять Ну он подошел ко мне И сказал Ты же проститутка Сколько ты хочешь за ночь А я только растерялась Слушай Я не знаю ваших такс Ты мне скажи Да Ты не возражаешь Я пойду сегодня с ним пересплю Он стал багровый Ты что Ты что Да я тебя убью Как ты смеешь Я говорю Нет дорогой Это я тебя убью Ты же мне всем предлагал Как проститутку Представляешь Ну вот с этого момента Все и началось После этого Он уже себя не сдерживал Он хватался за нож У нас такой был Двухэтажный дом И там лесенка Она невысокая И я спала А я курила У меня такая была Стеклянная пепельница Вот вроде этого И я в спальне курила Он поднимается Сейчас ты будешь со мной Сексом заниматься Я говорю нет И я взяла эту пепельницу У меня была сигарета В руке И стала спускаться По лестнице Он меня ногой В спину толкнул Представляешь Ну хорошо Невысоко Я летела Но я развернулась Сразу Эта пепельница Ему в морду У него потом Он был отоговингал Меня это очень радовало Я сказала Так я сейчас Вызываю полицию А оказывается Со своей женой Он избил ее так Что на полгода Лежал в больнице А потом она стала Инвалидом Боже То есть у него Вот потом Это то ли ревность Нет Нет Это все равно Это же не ревность Не было Не было И вдруг Вот бабах И все Потому что он Сдерживал Сдерживал себя Он сидел на Как это называется Транквилизатор Нет Табакс Не табакс Как же это называется Таблетки Это алкоголик Которым дают Алкоголикам Когда они бросают пить Не знаю А потом он Вот взял Не выдержал Начал пить И бить И пошла агрессия И пошла агрессия И я в общем-то Собрала свои вещи И уехала к друзьям К подруге Которую я там Выдала замуж За датчанину Она сейчас кстати Очень богатая У нее отель в Риге Дом в Дании Но там тоже была Такая садюга Какой-то кошмар И в общем Из-за этого Тебе пришлось Уехать из Дании Да Ты от него Унесла ноги Я от него Унесла ноги Ну я потом Стала искать работу Но он тебя не преследовал Ничего? Нет Он меня искал Но он меня нашел Там где я жила Слава богу Расстались называется Да Я сказала Подойдешь ко мне Я взываю полюси И потом Ты искала работу В Дании Нашла работу Но это уже Другая история Еще одна история Да Это в следующий раз Понятно Замечательно Танюшечка Спасибо большое Я надеюсь Что наш сегодняшний разговор Вам друзья Точно так же Понравился Татьяна с вами Предельно откровенно Абсолютно Я совсем очень откровенно Спасибо ей за это большое Надеюсь Пишите ваши отзывы Пишите вопросы Если хотите Татьяна готова С вами еще пообщаться Вопросы Какие хотите задать Задавайте Ну потому что Я вроде бы Как что-то такое Спрашиваю Может быть Вы хотите Что-то еще узнать В частности Я-то спрашивала Про жизнь Вот в Англии Я думаю Мы с тобой Все-таки Вот А я вам рассказываю Друзья Про жизнь В Европе Вообще Вообще У меня еще Большой экспириенс Опыт По франции Да Ну и конечно же Вы пожалуйста Пишите отзывы О Танюшкиной квартире Мне кажется У нее очень Замечательная Прекрасная квартира Вообще я не сказала Таня Ты не хочешь сказать Эту квартиру Я снимаю в аренду Ты берешь в аренду Ее оплачивает государство Бенефит Хаус бенефит Хаус бенефит То есть ты даже не знаешь Сколько она стоит Сколько она стоит В месяц Сколько стоит 435 Я плачу 435 Аренда в месяц А все белые Платишь ты сама Ты сама Интернеты Мобильники Все остальное Аликса Да Ну понятно То есть ты считаешь Что вот так вот Жить Даже наверное Выгоднее Чем нежели бы Ты сама купила И корячилась Со всеми этими Жуткими Спасибо тебе Танечка Большое Всем спасибо Кто досмотрел до конца Рада Рада Вам всем Рады Рады Всего доброго Смотрите Не забывайте Смотреть рекламу И которая Единственная Дает какой-то плюс От моих видео А на этом Я с вами прощаюсь Всего вам доброго Увидимся Пока Пока